Вроде бы нет. Словак, игра ответа. Нет. Согласен, вообще не спорят. Ты же на сейфа программируешься, да? Конечно. Мне здесь нужна помощь. Дуошь. Розовый. Уродь. Скриимя. Фиолетовый. Оранжевый. Голубой. А твоя страховка предусматривает нападение гигантского ворота. Голубой. 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 Может быть. Что, ждите, похоже. Нет. Ну, типа... Да, голубой. На самом деле, все, что ты ворде хаячишь, это тоже делается в черном ящике языкоразмер. Мило. То есть, это язык, который позволяет редактировать текст. Но последняя версия HTML, они... Мне нужны деньги, деньги, понимаешь? Деньги! Мне нужны деньги, деньги, понимаешь? А сейчас там кучу всяких, ну, не добавим. Ну, блин, ну, вот сейчас. Мне нужна энергия. Мне нужны ресурсы. Мы будем покиндарить халфорт. Ну, что, погнали. Окей, жму ОК. Олег. Он отошел, потому что он филлянд. Нам нужны войска. Эй, а попробуй-ка это. Голубой. Это программа. Раньше не понимал, что за пувинч там нарисовано назначено. Тут недавно доперёшь, что там шестерён. Диально. А ты думал колесо, да? А что у Квотла? Шлем? На деле очень плохо видно. Да, похоже на какой-то шлем. Как у Среда, блядь, не знаю. А у Лизов что сейчас? Сушаристый год. Я думал, там кусок дерева. Где кусок дерева? Кусок дерева. Голубой! Блядь, единиц, он знает, короче. Что за значок? Кин Котловский. А ты вот это писал, описание. Древний храм, окружённый кипящим песком пустынью. А, да, да, это Данимс. Это фантазия. Ебать, это Шекспир, блядь. Ладно, какие ставки? Мои кофли, блядь. С кем мы, блядь? С парчом. С парчом, да. С парчом, да. С парчом, да. Чем не все нажимается с первого раза. Вот, давайте. Зариник вообще не получится. Тут камера-то tidak повернута. Да, нельзя повернуть. У нас только друг. А чо они идут? У меня нормально не поворачиваешь, потому что у меня же сцена примерно, чтобы выровнять ее, он будет все-таки снова возвращаться. Он все-таки ворачивает, нет, хочется, не будь ровняд. Он равняет по углу или по высоте. Он все-таки делает, сдал, потому что он за сцена. Здесь ничего, здесь нету же звезда. Да, в принципе, я говорю не только на карте, просто на некоторых картах, скажем, начальный поворот камеры более-менее удачный. Так, то есть уже два разведчика. А в карте средняя с вами, Андрей, да? Что-то вляйте. Мы уже знаем, где Тимон не лежит. Я так говорю, заранее их собирают. Ручивается строго. Руки всегда знают, где тимон уже все. Шахты. Это ничего, они не... Раз, раз, раз. Эй, скинешь 400, помню. Откуда я тебе столько возьму? Ты хотел, чтобы я не отсказал, да? Конечно. Вначале всегда нужен деньги. А тут то же самое вроде почти немножко отстает. Как будто. Глупый-глупый ответ. Аликс Заглотлев. Почему-то играет Заглотлев. Надеюсь, он такой же крутой Заглотлев, как и Заглотлев. У кого пока нет героя. Две минуты игры. Два торговых, один магический район. Глотлых играет. След, исследование. Тимоний. Лэй. А что у тебя их две половины? Исследование. А что у тебя их две половины? Исследование. А что у тебя уже? Тимоний. Исследование. Исследование. Только горное дело. Тимоний. У тебя не стоит. Тимоний. Тимоний. Исследование. итак на настройки город скрепс вы будете покупаться судя по золотому городу сейчас буду на городе прям у меня чувство такое есть, но не есть они сейчас в настоящий раз, чтобы у меня осталось немножко золота чтобы у меня не хватает город скрепс первый, тоже делаю, ну и не надо делать борщик, синие это борщик и красный красный у нас что? строит шар, городом пока не занимается золото есть, наверное он может выкупить какой-то из городов, вот этот лучше было бы выкупить, неизвестно что он будет делать, наверное выкупит этот и захватит этот, в то время у Ларкаса уже есть второй город, есть у борща, скоро будет у Валлета, ну не так скоро уж, третий город видимо захвачен борщом, поэтому у него есть преимущество, по развитию первая команда желтого и красного отстают, может быть это покажется на первый взгляд так, смотрим дальше, скрее всего скоро город будет выкуплен, смотрите, он выкупил, вполне не стоит, но все еще есть деньги, интересно сколько уходит на починку в городе без сетимоний, значит показываю, статану в начинку уходит 90, составивший какой-то подъемник качества, чем-то и чем больше районов, чем больших стоимостей, тем больше стоимостей, я просто не думал на счет того, насколько вот он выгоднее выкупать, мне в каком случае, если там почему-то. Ну, я в половине случаев выкупаю, в половине ебу их просто. Захвачен город, выкуплен город Барбаса у синей и любую команду, синей и бирюзовой команды на три города, красного три, только пока жёлтого нету третьего города, поэтому пока что кажется, что они сильно отстынут. Народные строки так же. Захвачены все. Тут еще есть вази с этой дороги. О, боже мой. Наверное, здесь будет основная стычка. Они как через вот эту местность, от этого коридора к этому ебать у них там, армия. Как специально сделано, а здесь в коридорах могут проходить только сухопутные войска. Ну, эти траншеи, наверное, сделаны для рейдов, чтобы полетать на шахты или на какие-то вот эти постройки, или просто перевозить войска сразу. Как там, кто-то из игроков отошел. 6 минут, 22 секунды игры прошло. Посмотрим на развитие следования. Кто-то пьет чай там в дискорде. Че, отпускаем? Ага. Отпускай. Ну, подходные игроки, которые не к такому привыкли. Так, Данил, давай готовь армию. Какие странные круги. Так, исследования очень далеко зашли, застретить в районах, потому что внутри города. Очень неплохо продвинулся. Так, здесь пока что ничего не исследуется. Третий ряд. Улучшение первого духа. Вроде как разведчика, а второй не помню. Третий ряд. Все, все, что нужно. Третий, зачем ты войску потрудишься? Третий, зачем ты войску потрудишься? Трактальник уже стоит. Третий ряд. Кто еще? Третий, как бы смотрит туда. Третий ряд уже. Один запахивает город. Хочется, одному просматривает весь коридор. Пока ничего особенного состоит. Стоят войска. Чего происходит? Начается, наверное, какая-то битва, но для начала нужно заходить. Видишь, один из оазисов, который лечит войска. Так, кап населения нужно строить военные районы в Аркасон. Они этого пока что-то не делают, хотя в этом городе можно будет построить какие-то войска. Так, и следуем с каракулятором, ну и не знаю, других обраторей пока не видно. Так, постройка пока не захватывается. Теперь мы уступаем в бой, кинуть игры, хотят какой-то замес устроить. Так, прототипы следуются каракуляры, улучшается стриховая атака всех единиц венча. И так, видимо, начинается какой-то каракулятор, что-то уложено. Скажи, что попадаешь? Так, красный, улучшается, улучшается, улучшается. Здесь стоят ждуких войска. Слышается, улучшается, улучшается, улучшается. Играет музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok не ну вроде как по ресурсам нормально по началу было нормально потом резко начали перефармливать сильные расы которые могут драться в узком проходе типа клопы за ковчега венча из-за обилок говорим такси венча из-за чего за белок многие обилки тоже там я до живой джаком абсолютно тут же есть еще вот эти перелеты да можно переправить кого-то там на дирижа не особо они практичны но тут вот как получилось как бы еще доигрываете да и лишь так уже полсилы ну да да игру тут прям пизделовка такая неплохая да точно тут как бы все уже средний город остались ну да чё бы не посопротивляться так красиво ой что обосрался да все равно у тебя долго идет хе-хе-хе-хе а чё если этот сыграть как он называется молот дожа да уже поздно ты чё нет я имею ввиду карту такую где один охраняет там а трое нападают да это играл на дисбаланс мы никогда это не до этого не додумывались не знаю что додумывались а дисбаланс на что ты имеешь ввиду три выигрывают да но это если бы допустим я играл среди этих трех наверно выиграл бы ты выигрывал пиздец у меня хилл в бесконечном стане сидит он вообще сдвинуться не может ну потому что они этот обездвиживать что-то жестко как-то не обездвиживаюсь и где смерчей ну вообще они просто станет что-то они станет и урона носят урона урон прям мать скорее всего просто заблочили у них есть физический размер за которого он не может через них прыгать он еще и толкает слушай нифига ты там обелисков понастроил да я думал хоть что-то сейчас задержит там я понимаю то что они рядом находятся чё это даёт ну типа у них щиты увеличиваются и атака увеличивается атака у них не увеличивается ну они могут передавать типа атаку другу да здесь какая-то желтого такая ну кси у вас все как бы тупо ты посмотри сколько у него юниты это лишь еще карта такая что вы тут близко все как бы по три города а если была бы какая-то побольше всегда думал что карта где в центре вот этот цитадель короче песка или чего там там туран короче есть всегда думал что вот именно карта вы играли когда ничего нет а шанс